А теперь расскажите, что произошло, когда ваш брат, которого вы любили и который был мусульманином, в буквальном смысле умер и оказался в морге в другой стране. Что было с вами тогда, Насир? Мой брат действительно умер в Эстминстерской больнице в Лондоне. Его тело отправили в морг. Мне позвонили и сообщили об этом. Мы с моей женой начали молиться, потому что знали, куда он должен был отправиться. Мы точно знали, куда он должен был отправиться. Мы молились, молились, и после нескольких часов молитвы мне позвонили и сказали, что он ожил в морге. Интересно, что подумали врачи? Можете себе такое представить? Я представляю, что же там было. Его снова отправили в интенсивную терапию. Я полетел в Англию, пришел к нему в палату и начал молиться и возлагать на него руки. И он вышел из комы, подарил свою жизнь Иисусу и рассказал, что он видел тогда. Небеса действительно существуют, но и ад тоже существует. Что он видел? Он понял, что смотрит на свое тело сверху и видел, как врачи пытались оживить его сердце, потому что оно перестало биться. Затем он увидел, что они, оставив свои попытки вернуть его к жизни, и накрыли его простыней. Он видел, как они опустили головы, потом отправили его тело в морг. Затем он понял, что попал в какое-то очень темное место. Он увидел каких-то существ, очень уродливых. Ему было трудно описать их, потому что он боялся их. Но падая в эту темную дыру, он поднял глаза вверх и увидел распятие. Вот что он рассказал мне. Я спросил его, ты видел Иисуса на том кресте? Он сказал, нет, я видел себя на том кресте. Я переспросил, что? Он сказал, это было самое ужасное, что я когда-либо видел в своей жизни. Я не хочу никогда больше этого увидеть. Я сказал ему, ты заслуживаешь того, чтобы быть на кресте, потому что если ты не признаешь, что Иисус взошел на крест, то ты умрешь. О чем он думал? Он остолбенел. Он просто остолбенел от ужаса. Ему было очень страшно. Он даже не хотел об этом говорить. Когда я говорил об этом, его глаза округлялись, словно он думал про себя, я не хочу об этом говорить. Но ад существует. У вас есть очень свежий подход, когда вы говорите об исцелении. Мне это нравится. Ответьте на один вопрос. Бывает, что я молюсь за людей, возлагаю на них руки и чувствую, как Божие присутствие выходит из меня и переходит в их. И в конце концов я говорю им, что они исцелились. А несколько недель спустя они возвращаются и говорят, я не исцелился. Что происходит? Ведь Божие присутствие входит в них. Я же знаю, что оно в них входит. Кому есть несколько причин. Во-первых, помазание может находиться внутри вас. Но вы все еще будете болеть, если не верите, что внутри вас находится помазание. Много раз мы молились за людей, а они ничего не ощущали. Они говорили, я ничего не ощущаю, значит, мне ничего и не передалось. Или же я ничего не почувствовал, значит, мне ничего не передалось. Нигде не написано о том, что вы должны что-то почувствовать. Даже женщина из Библии, которую мучили кровотечение, почувствовала только то, что кровь высохла. Это не значит, что она почувствовала помазание. Иисус почувствовал, как из него выходит помазание. Но это не значит того, что она почувствовала помазание. Так почему же эти люди ничего не чувствовали? Или же еще часто бывает так, что они приходят к нам с болезнью, и болезнь все еще остается в них, когда они уходят. Они говорят, мне ничего не передалось. Нет, нет, некоторые люди из Библии исцелялись мгновенно, другим же требовалось время. Все это происходит по-разному. Насир сказал нечто очень важное. Неважно, ощущаете ли вы что-то или нет, его брат видел ад. Он увидел эту жуткую яму и ужасных чудовищ и сделал Иисуса своим мессией. Если мусульманин с такими крепкими убеждениями смог поверить в Иисуса, то и вы сможете сделать это. Причем прямо сейчас, если вы поверите в то, что Иисус умер за ваши грехи, что Он умер за все плохое, что мы сделали, скажите им, что вы очень сожалеете обо всем плохом, что вы совершили, все ваши грехи тут же сморются. Как только вы попросите Иисуса войти в вашу жизнь и стать вашим Господом, если вы сделаете это прямо сейчас, будьте уверены, вы попадете на небеса. Вы будете не размышлять об этом, не надеяться на это. Вы будете точно это знать, ведь это знание важно. Иисуса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...